так привет друзья привет так момент так значит фейсбук двух соцсетях просто что читать чтобы классно писать чтобы так так сегодня называется эфир всем привет привет что читать чтобы классно писать или тексты психолога в соцсетях так я в двух эфирах по и в двух соцсетях в instagram и facebook поэтому у меня может быть в разные стороны смотрю так друзья мои все начинаем чуть-чуть ждем еще тех кто к нам присоединяется кто по обыкновению может не увидел может не успел может кнопку не нашел так фейсбук как тормозит тексты психологов для соцсетей что читать чтобы классно писать и я сегодня собрала вам такую большую большую подборочку книг которые рекомендуют и известные уже современные журналисты и филологи писатели блогеры я эту стопочку прочитала которую прочитал да который у меня есть с вами сегодня поделюсь расскажу об этих книгах это то что у меня есть и еще упомяну о тех книгах которые идут которые я лично жду вот вот такая большая большая такая стопа но вы видели фотографии сегодня видели пост который я выкладывал на фоне совы это стопочкой так друзья мои кто меня вдруг не знает меня зовут ольга сирота это моя фамилия фамилия такая необычная чтобы немножко сглазить ее странность я взяла псевдоним сова сирота ольга владимирна это собственно мои инициалы и везде в соцсетях уже мне и знают как сову у меня есть хэштег сова нижнее подчеркивание psy ну и вы видите да если бывали на моих страницах везде у меня сова символ совы надеюсь запоминается я профессиональный психолог практикующий я рэп терапевт собственно специалист по женским темам и последнее время я профессионально использую в работе письменной практике использую в работе иду группы онлайн и на моей странице во например в instagram сова совет есть упражнений из письменных практик есть видео по письменным практикам приходите присоединяйтесь и будем смотреть читать общаться вот пишу я много и давно и еще от коллег начала получать запросы на то чтобы показывать рассказывать как писать статьи и уже больше года у меня идет онлайн курс привет привет знакомые лица идет онлайн курс онлайн интенсив психолог пиши будь человеком о том как психологу писать в соцсетях живые тексты писать интересно полезно понятно живым современным языком чтобы общаться с людьми и собственно получать клиентов из соцсетей которые просто вас читают да сейчас у меня идет набор в пилотную группу я беру всего 10 человек обновленный интенсив 10 человек которых я поведу буквально за руку буду докручивать все ваши посты все ваши статьи и немножко еще расскажу как собственно вести соцсети чтобы они не выглядели по колхозному по советски а как на фоне ковров чтобы они выглядели по современному так и мы говорим о том как писать интересно полезно понятно потому что писать сегодня архив важно для гуманитариев это собственно основной если не единственный инструмент инструмент сказать с помощью которого можете продемонстрировать свою экспертность можете увеличить повысить собственную узнаваемость увеличить клиентскую базу вы можете писать да все психологи много читали собственно мы можем писать да потому что кроме как писать мы ничего не можем продавать мы не умеем технические моменты нас пугают да поэтому сегодня что вам нужно это текст и соцсети научитесь писать по-современному освоите три кнопки соцсетей и вы будете сможете реализоваться профессиональной будете востребованным специалистом я говорю о психологах а коллегах да потому что и страница у меня для психологов вот нет рабочие да есть еще одна вот но если вы не психолог конечно можете оставаться я вам тоже рада потому что все то о чем я буду говорить оно подходит и полезно для любого вида деятельности в онлайн пространстве в соцсетях но просто и примеры мои для психологов и с психологами разговариваем на одном языке поэтому если вы психолог вам будет особенно полезно так вот я практикующий психолог я не маркетолог я разговариваю с вами на одном языке я влюблена в соцсети влюбляю в них коллег потому что соцсети это такой интересный шикарный мир где вы можете познакомиться с коллегами найти друзей реализоваться профессионально получить свободу во времени в пространстве финансовую свободу то есть соцсети это замечательный мир и сегодня он как раз для нас для практиков у которых есть информация так вот я умею писать сама обучаю этому коллег привет привет наташ очень рада тебя видеть рада видеть всех знакомых и в инстаграм и привет таня в инстаграме и фейсбуке потому что я в двух соцсетях так вот там интенсив сейчас набор мой в мой интенсив идиот повторюсь что я набираю сейчас 10 человек которых проведу за руку до воду крутим ваши тексты ваши соцсети называется психолог пиши будь человеком так и сегодня в чем особенность друзья мои сегодня пишут иначе вообще если вы собираетесь или вы если уже присутствуете соцсетях и хотите здесь профессионально продвигаться до или демонстрировать себя свой профессионализм экспертность получать читателей до заинтересованных вас и клиентов которые уже вам доверяют если они читают ваши статьи текста так вот писать сегодня нужно очень-очень отлично от того как мы учились в школе да и отлично от того как мы учились в вузе потому что в школе вузе нам нужно было в школе продемонстрировать умение жонглировать депричастными оборотами сложными какими-то такими конструктами словесными нужно было натянуть количество листов чтобы вам поставили за сочинение там 4 5 или 5 5 а потом в вузе нам нужно было натянуть конечно реферат или там какую-то диссертацию на количество определенных страниц в соцсетях сегодня живые люди они общаются с вами сразу и обратную связь вы получаете сразу здесь живые люди с которыми можно разговаривать и никто живого человека не насильно себя дни заставит читать скучный такой неинтересный текст написанный каким-то канцелярским языком или который нашпигован профессиональными терминами будь то термин психологический или какие-то другие узкоспециализированные никто вас читать не будет никому это не интересно сегодня на нас гигабайт информации рушатся отовсюду да мы почитаем что-то рекламу тексты покупай и зазывай заходи приходи и среди вот этой каши-малаши всего есть у вас три секунды чтобы ваш потенциальный читатель сделал выбор читать вас дальше или нет поэтому если будете там долгое вступление дело дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать о таком интересном явлении которые все читатель уже ушел у него только пятки сверкают так то сегодня пишет иначе и вам приходит вам придется переучиваться если вы собираете оставаться в соцсетях но видите там говорил меня везде совы вам придется переучиваться чтобы писать интересно полезно понятно этот вот принцип я все время называю интересно полезно понятно и человеческим языком да то есть избегая вот этих вот штампов или профессиональных каких-то терминов за которые вы часто просто прячетесь да потому что как коллеги боятся выходить в соцсети ну в принципе многие люди да когда они собираются начать писать в соцсетях они по первости боятся потому что это действительно страшно соцсети это огромная толпа да и боятся здесь нормально так вот интересно полезно понятно и у психологов да у моих коллег собственно есть три таких основных проблемы первое это то что они не умеют писать современно они продолжают писать так как их учили в школе писать вот эти вот неживым языком мертвыми буквами когда диалога с читателем нет когда вы просто написали сдали и все а сегодня нужен диалог да и вы можете быть живым человеком и только так вы будете интересны потому что просто информация сегодня она обесценена ее можно найти за две секунды информация никому не интересна интересен человек да то есть первая проблема это то что психологи пишут по старинке по старинке вот это нудно долго переписывают там учебники по психологии своих аккаунтах нет никуда не годится второе пишут вроде бы неплохо да уже может быть переучились да где-то поучились что-то почитали расскажу сегодня что почитать собственно с об этом да эфир переучились но отклика никакого нет нет никакой движухи под постами нет движухи в статьях ну и собственно нет никаких заявок в личку никто не пишет как здорово я вас давно читаю как мне записаться к вам на консультацию и напомню что текст хороший текст это сегодня ваш наш практически единственный инструмент вот например у меня сейчас 80 процент больше 80 процентов клиентов приходит из соц сетей и они приходят просто почитав мои тексты просто на тексты потому что там они могут уже папа понять мой способ мышления мой характер могут понять нравлюсь я им или нет да откликаюсь я или нет потому что я с ними общаюсь это реально это реально потому что напомню да продавать мы с вами не умеем и можем только писать и вот это вот хватаетесь за это возможность писать улучшайте шлифуйте ограняйте эту способность свой талант есть он у вас есть да развивайте укрепляйте это сегодня архиважно вот и третья проблема это психологи как я уже сказала пишут стол писать могут но боятся боятся выкладывать почему боятся критики боятся игнора до боятся там вопросов или осуждения коллег в общем разные называют причины вот даже на моих интенсивных на курсах я всегда сначала спрашиваю в чем проблема и вот эти причины как раз и называют что не знают что писать лично писать или публичное что можно писать что нельзя что делать если придут там какие-то тролли для всему этому можно научиться и шкурку можно нарастить у меня кстати есть статья она лежит на b17 тролли хамы халявщики в соц сетях что делать психологу а потому что эта проблема на самом деле существует кстати говорят когда у вас появились тролли это значит вы становитесь популярным потому что если вас не видно тролли к вам не придут так вот что сегодня делать нужно переучиваться переучиться чтобы писать интересно и писать человеческим языком разговариваясь со людьми так лично я училась у практиков у современных я вам уже сказал у блогеров у журналистов у филологов именно нужно учиться у современных у тех кто присутствует соц сетях друзья мои потому что если вы будете учиться у специалиста так называемого на земле да который не в интернете который если вы придете в кому-то да и там сядете будете учиться писать тексты ручкой их выписывать тетрадки это очень странновато это нонсенс да и учиться писать живые тексты для соц сетей нужно у тех кто работает и живет в соц сетях да и у тех у кого на страницах какая-то движуха и видно да что есть отклик и что человек умеет и писать хорошо и общаться аудитории ей да поэтому встречаться и учиться текстом на бумажке нет это да подумайте сами это нелогично а учиться у практиков современных интернета доступно да пожалуйста масса хороших таких сильных аккаунтов и блогеров в прошлом кто-то журналист кто-то писатель кто-то редактор филолог да и сегодня они вот этот свой свои способности свои таланты образования они монетизировали они пришли в соц сети да и сегодня могут научить нас тех кто не профессионально занимается те кто могут научить нас много вот у них нужно учиться у меня да у меня тоже можно учиться потому что я уже у них у всех переучилась книги уже все перечитала ну и пишу я хорошо без такой вот просто я люблю писать я пишу хорошо этим могу гордиться и напоминаю да что сейчас я набираю свою пилотную группу то есть тестовую всего 10 человек психолог пиши будет человеком о том как писать в соц сетях тексты психологом живым языком приглашаю старт группы 29 29 октября почему она тестовая потому что мой интенсив который шел год сейчас я его расширила углубила добавила туда блоки о ведении соц сетей то есть такой мощная хорошая такая обучающая программа и вот сейчас я ее обкатываю по новой поэтому тестовая группа по по выгодной цене и на выгодных условиях потому что я с вами прям сижу все ваши тексты докручиваю ну и показываю конечно как я это делаю поэтому приходите так вот это практике кому учиться учиться мы учимся у практиков и учимся на книгах я филолог о классно хочу в группу тайну приходи я попозже друзья мои здесь в фейсбуке там ты филолог по моему тину на психолога учишься да где-то я тебя встречала это все просто круть круть и вот я хочу сказать да то есть филологи либо журналисты либо редакторы одного образования мало хотя она очень мощная база да то есть нужна именно практика в онлайн пространстве поэтому танец ты освоишь эту науку она тебе будет полезна в дальнейшем вдвойне вот практики книги смотрите начинаю показывать книги так сейчас момент начинаю показывать книги собственно переходим к тому о чем сегодня прямой эфир что читать чтобы классно писать да я вам уже сказал что учиться нужно у практиков но и читать конечно самим так начну знаете чего с какой книги так вот такая большая стопочка я прям обожаю обожаю эту свою стопочку я вам сейчас покажу одну книгу и вы ее многие знаете и на этой книге я вам разницу покажу джулии камерон право писать так инстаграмчик так прописать прописать в фейсбуке прямо в инстаграме право писать многие знают вообще джулию камерон да по утренним страницам ее книга бестселлер путь художника да какой там еще забыла как еще у нее но мы сейчас говорим именно о текстах поэтому книга право писать книга хорошая книга замечательная а здесь даже можно сказать не просто книга это такой тренинг да вы день за днем выполняя ее упражнения делая какие-то на на подсказках на ее ориентируясь то вы во первых разрешаете себе писать да потому что книга называется право писать разрешаете здесь вот известный многим страх белого листа когда села не знаю что дальше писать да вот здесь она научно дает разные упражнения и объясняет психологически до причины можно научиться можно ну вернее можно справиться с этим страхом белого листа расписаться расписаться начать писать но что хочу сказать в чем разница а вот эта книга она не не про тексты она единственная и и сегодня взяла потому что остальные про тексты и и взяла чтобы показать что есть времена когда мы пишем для других и вот это тексты например психологов соцсетях да то о чем мы говорим неважно тексты психолога в соцсетях или тексты кого бы то ни было кто работает когда мы пишем их для других а вот эта книга право писать она полезна тогда когда мы пишем для себя и это например письменной практике как я вам уже сказал я сейчас профессионально занимаюсь письменными практиками использую их и в психотерапии больше сейчас даю упражнений с письменным практиками и также онлайн группы веду по письменным практикам а то есть когда мы пишем для себя то вот это дневники это те самые утренние страницы это какие-то упражнения какие-то вопросы списки там это мы пишем для себя а мы с вами говорим о текстах в соцсетях когда мы пишем для других вот разницу ловите пожалуйста потому что для себя вы пишете это такой практически психотерапевтический метод они практически он таким и является если грамотно его использовать а когда вы пишете для других у вас другие цели да у вас цели показать профессионализм экспертность познакомить с собой аудиторию и продать продать себя свои услуги именно в этом помогают тексты для других и поэтому мы с вами переходим к текстом о книгам о текстах для других кстати вы можете взять листочек бумагу я даже вам рекомендую их взять так и сейчас тададам я вам покажу еще одну книгу которую вы тоже если текстами интересуетесь наверное знаете но если не знаете то скорее узнавайте да это напиши сокращай максим ильяхов пиши сокращай это можно сказать библия но мне не нравится слово копирайтинг я объясню чуть почему да это библия пишущего человека именно современного современного вот если вы вот если вы что-то собираетесь купить покупайте сразу вот это если у вас нет никаких пока книг то и вы еще не приступали к переучиванию к обучению не начали учиться современным текстом то покупайте вот это будет вам хорошо о чем пиши сокращай вот он на примерах на классных примерах на очень разных и разных из разных сфер деятельности он показывает так момент момент он показывает как писать не надо как вы свой текст убьете на это канцеляризм и когда мы пишем там в данной статье мы с вами будем исследовать такое явление которое то есть это язык на котором пишут уведомление из налоговой например да или там штрафы за там машину вы удивитесь но многие психологи так и пишут а вот эти вот тексты от которых люди разбегаются под заголовок как создавать сильный текст копирайтером дизайнером журналистом менеджером и всем кто пишет по работе если мы говорим о текстах психологов в соцсетях мы пишем по работе вот тут я даже не знаю что здесь какую вам выдержку прочитать кто-то у кого то есть эта книга вообще знакомые друзья мои кто тут сейчас присутствует в эфире знакомая эта книга есть еще сервис тоже такой замечательный да так и вы найдете вы забьете в поисковике галлафред галлафред он называется вам выпадет такой сервис где вы можете свои тексты проверять то есть вы туда вставляете кусок своего текста и галлафред вам до автор тот же лехов он вам показывает красным выделяет ваши какие-то ужасные слова до показывает на что обратить внимание что из текста убрать то есть таким образом с галлафредом и вот эта книга пиши сокращать мы свои тексты учимся чистить это первое первое а если вы хотите научиться хорошо писать сначала научитесь свои тексты выжимать из них воду выкидывать мусор потому что вы просто не представляете сколько мусора ваших текстах если вы еще не занимались не учились современным текстом просто каша-малаша берите свой любой текста кусок статьи ли там я не знаю какой-то блок какой-то пост берите кусок приходите на галлафред а вы найдете сразу вставьте этот кусок и вы увидите увидите чудо чудное да вы увидите сколько всякой ерунды в вашем тексте он учит тексты чистить я называю его мертвый водой как сказках да если вы вспомните то в сказках если герой умер до его как это альтер-эго или его друг там какой-то может быть антигерой да если хотят героя оживить они находят волшебные средства живую мертвую воду они никогда не поливают сразу этого умершего живой водой мне всегда сначала это было в детстве удивительно я бы сразу хляснула живой да и все но нет да сначала должно отмереть то что должно умереть так вот галлафред это мертвая вода сначала вы учитесь выгребать грязь свою из текстов и только потом вы уже начнете свои тексты оживлять украшать вот и здесь уже вы можете продемонстрировать свой талант писательский если он у вас есть или развить его если он слаб да но начните с этого потому что если ваши тексты как есть сегодня алло как есть сегодня вы их еще не трогали да если вы их начнете украшать то это будет мама дорогая то есть это будут депричастные обороты депричастных оборотов вам будет казаться что вы пишете красиво получится на самом деле что вы пишете по по старому вот он научит вас чистить тексты но он не научит вас писать живым языком да потому что вот тот главред сервис это все-таки машина да он автоматически вычленяет и правит вот эти ваши косяки в этот мусор эту воду да но он это как автоматический переводчик да то есть он тексты переведет но предложение будет неживое также тут очень важно научиться чистить текст но вы не научитесь с ним писать сначала когда вы поучитесь почистите там есть даже баллы да и 8 баллов это например хорошо не обязательно стремиться к десяти как пишет сам ильяхов да достаточно 8 баллов он вам показать 8 баллов то есть хороший чистый текст и вот после этого вы уже можете когда ваши тексты будут чистые дальше вы можете начать их уже оживлять кто может помочь оживить сразу да вот у нас была вода живая мертвая и вот нора галь тоже может быть знак так в фейсбуке слово живое и мертвое а тоже книга такая небольшая она вообще компактно да у тебя где-то можно с собой взять почитать и здесь примеры примеры тоже очень живучие то здесь именно про живой текста как избавиться не просто как не просто о том что нужно избавиться от мертвых слов от канцеляризма но и примеры чем их заменить да то есть это просто действительно о живых словах она долгое время была редактором дарь и редактировала правильно да и если а приходилось писать довольно много переводить немало редактировать это ее об авторе жечь или сушить даже очень интересно сами ее в оглавлении название откуда что берется жечь или сушить то да то есть это о наполнении текста не своим голосом веревка верве простое как кошка собакам свинки замяукали ну давайте посмотрим 148 о чем это то есть вот вторую после глафреда вы берете но ругать чтобы почитать просто насладиться этим текстом ну вот здесь она о примерах да например нас постигла редкая удача не странно ли сочетание постигает неудача беда несчастье а удачи сродни глагол менее мрачной нам выпало и однако такую оговорку встречаешь у большого писателя обидно читать у поэта слышно как по миру время идет ведь слишком известно и памятно что значил на руси пойти по миру с умой побираться просить милостыню подаяния то есть разбирает она на примере и писателей и каких-то просто таких самозванных авторов очень интересно и очень просто так как человек пишет о живых текстах о живом слове она пишет живо да это действительно это не учебник который мы привыкли как нам кажется мы должны учиться по академическим учебникам потом также еще и писать нет друзья мои то и учебник может быть живым его интересно читаешь его просто как увлекательный роман классно я его читаю вот с карандашом покупайте берите карандаш и вот у вас такая парочка будет оп оп ильяхов и норгаль сначала мертвой водой потом живой так идем дальше идем дальше и сейчас давайте знаете о чем поговорим так автор ножницы бумага николай конно может быть тоже вам известно книжечку такая автор ножницы бумага это именно о текстах книга вообще конечно хорошие все рекомендуют но мне немножко мне немножко она не самая моя любимая потому что здесь много вот например в начале очень много про интервью это как брать интервью да как как изучать того кого вы будете интервьюировать своего героя это помогает в дальнейшем да то есть эти же примеры про интервью можно брать когда вы прописываете историю да потому что что сегодня и психолог что может делать да он может писать истории вот это модное слово старителлинг да вы можете описывать например истории случая и такой старитейлер если говорить современным языком это был конечно Ирвин Ялом который писал вот эти вот истории психологически так вот опираясь на вот эти вот вот практический совет и упражнения из этой книги автор ножницы бумага можно составлять то что называется портрет героя потому что и портреты героя мы сегодня составляем не так как нас учили в школе упаси господи потому что герои у нас сегодня живые а не те которые нам предлагала учебник литературы и учительница по литературе вот что здесь вам работа над длинным текстом да вот еще например не ждите диктовки свыше озарение стайник стаза садитесь и пишите а в остальное время думайте порабатывайте свою интонацию на уровне потока мысли это к примеру о том что многие не не пишут потому что ждут вдохновения да и психологи мы же пишем мы не говорим сами о художественной литературе да мы говорим о профессиональных текстах или текстах экспертных или вовлекающих мы говорим с вами о текстах в соцсетях да и тоже собираются ждут вдохновение вот этот вот образ над всеми витает да как муза какая-то прилетела на пегасе и нас озарила пишем 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 нет написание текстов это работа я это много раз слышала наконец поняла когда себя усаживаешь за стул берешь какую-то систему технологию которая нравится по написанию текстов да как идешь по структуре или строишь какой-то план и это вовсе не значит что тексты ваши будут неживые нет потому что знаете что еще коллеги иногда говорят я не хочу писать по по плану я хочу писать от души да и вот это вот длинная такая сплошной простыней какой-то поток хаотичных мыслей которых бросает из стороны в сторону который еще напичкан термины это мне кажется что вы пишете от души да а вся вот эта стопка книга которую я сегодня говорю они такие все жесткие они не от души они заставляют вас делают вас роботами нет конечно же нет конечно написание текста это работа да и творить вы здесь можете по определенным правилам это вам только поможет и украсит ваш текст да так же как если у человека талант музицировать ему все-таки музыке то придется поучиться мало того что придется поучиться ему на скрипке придется пиликать очень долго или на фортепиано я вот например в детстве помню это в страшном сне вспоминаю да или художник тот же самый возможно у него есть талант он пишет от души но если он пишет от души это редко да редко когда получается у него что-то такое профессиональное или что такое что вызывает интерес у публики чаще всего талант он подкрепляется обучением и практикой то есть ничего нового написание текстов то же самое то есть автор ножницы бумага что еще здесь кроме 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 как продать историю читателю заголовок под заголовок синапсис да то есть это уже все скорее о о таких текстах если вам нужно продать как уж называть сейчас момент как продать историю читателю да то есть если вам нужно что-то продать это то что называется продающие тексты да это стритейлинг может быть продающим текстом а если вы эксперты вы работаете в соц сетях то вообще все продаете да вы продаете себя целиком в хорошем смысле слова да свою экспертность свою личность свой свои услуги я надеюсь не очень вас обидела тем что вы продаете вы там в обморок у меня не попадали с той стороны экрана да потому что вы же хотите писать для чего чтобы у вас были клиенты что у вас были читатели которые превращаются в клиенты да потому что деньги вам нужны и реализация вам нужна да и вы нормальный человек и продаете так надо не просто рассыпать ровным слоем знания а герой а придумывать из какого факта заходить какая сцена будет лучше работать на сюжет история и суть то есть видите много у него именно про истории мозг наш лучший редактор проблемы начинаются в тот момент когда мы садимся перед клавиатурой и мозг забивается тревожными мыслями вредными фобиями поэтому его нужно тренировать да как я вам сказала одна из проблем психологов что они если и пишут даже пишут хорошо то не выкладывают потому что страшно страшно и перед этим листом нас начинают сжирать прокрастинация перфекционизм что там еще у нас из таких современных слов синдром самозванца в общем ужасный ужас и так ничего мы и не напишем поэтому есть технологии да хороший рабочий по которому вы напишете текст гораздо лучше чем тот который вам кажется от души вам нужно писать дальше копирайтинг как не съесть собаку Дмитрий Кот там про копирайтинг почему я сказала мне иногда пишут или говорят когда читают мои тексты ну я пишу так нормально да все таки вот мне говорят в тебе умер копирайтинг господи боже мой то он во мне даже не рождался потому что для меня копирайтинг копирайтер это человек который именно текстами зарабатывает так и есть да это профессия в которой человек пишет тексты на заказ да вот это как раз технологии где нет ничего личного есть профессия есть работа да но я не копирайтер и не хотела бы им быть вообще потому что это не моя психолог я пишущий психолог влюбленный в соцсети чего и вам желаю да и когда мне говорят тебе умер копирайтер да не умирал во мне копирайтер никакой вообще во мне просто растет и развивается пишущий психолог блогер но не копирайтер вот но конечно же конечно же все приемы все способы технологий копирайтинга нам очень полезны мы их себе берем в работу и здесь напичкан напичкан вот в этой книге копирайтинг как не съесть собаку она напичкана этими приемами хорошими интересными давайте например пойдем в оглавление как положено посмотреть книгу по оглавлению что общего рекламного текста с детективом реклама место где живет костный язык спам как источник вдохновения то есть такие даже провокативные названия про проблемный первый абзац вот то о чем я вам говорила что у современного человека в интернете есть три секунды вернее это у вас есть три секунды да это то время за которое читатель принимает решение читает он вас дальше или нет и вот этот первый ваш абзац даже первые несколько слов в инстаграм вы например знаете что видны две строки всего лишь в фейсбук если это большой текст то там тоже по моему один абзац виден заставите вы человека продолжить читать да заинтересуете ли вы его или нет если первый ваш абзац это вот в наше время широко известно все 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 сегодня это никто не читает вот заголовок с сексом лучше чем без него например пишет нам код так 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 ну здесь зачитывать я вам не буду просто интересно потому что здесь вот он говорит о том какими должны быть заголовки так чтобы 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 человек вас читал дальше и вы также вы сегодня вы послушали вы сегодня пойдете в соцсети будете читать и обратите внимание сами на свою собственную реакцию как вы читаете тексты какие тексты вы открываете ведь на вас их сыпется куча вы же их не все читаете да понятно что у вас как у меня есть любимые какие-то авторы блогеры которых я просто захожу я знаю сто процентов что там будет что-то интересное я их читаю да кто-то надеюсь там на меня так же заходит и на вас да желаю нам всем этого вот то есть мы так же читаем и те же читатели посмотрите посмотрите подбудете собой что вы читаете что вы на что вы реагируете что вы открываете если это не любимый ваш какой-то блогер автор а какой текст вам попался почему его начали читать и вы увидите все вот эти фишечки да потому что да есть люди которые ничему не учились но они у них какой-то такой талант да то есть они пишут просто они ничего не учились они просто пишут и у них там куча людей читателей подписчиков но это редкость да это такая же редкость как мы с вами говорили как художник который ничему не учился но бац и нарисовал какой-то шедевр такое бывает но это очень редко поэтому лучше учитесь что делает обезьяна в магазине то есть у него все такие названия даже в оглавлении которые хочется открывать один за другим один за другим оглавление это же тоже да такие маленькие названия так же как вот я хочу если бы я в магазине листала эту книгу мне было бы интересно так же и в постах как отбить у клиента желание торговаться ценные сроки о силе призыва хороший отзыв это не только ценный текст как люди читают тексты и что из этого следует чему занятые директора могут научить копирайтера хитрости копирайтинга для корпоративной переписки то есть интересно вот здесь именно технологии технологии написания текста то есть это конечно вам все надо сразу еще вдогонку ему Денис Каплунов тоже такой известная книга и вам может быть известная нейрокопирайтинг да нейро сегодня слово такое тоже модное популярное все что связано нейро сегодня бывает все нейропсихологи нейроязык нейрокопирайтинг нейрокосмос все такое прочее намек на то что какие-то связи да такие тонкие связи что если это есть слово нейро да то есть это что-то такое про про мозг и про какие-то секретные технологии мозга так 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 кто вдруг подошел я вижу люди мы сегодня говорим о кстати название не прикрепила тексты психологов соц сетях что читать чтобы хорошо писать сегодня разбираем книги так вот нейрокопирайтинг Денис Капунов он тоже мастер-мастер мастер-мастер и его тексты то есть его книга тоже про можно назвать и копирайтинг собственно так и называется да опять же технологии ну конечно другие два мастера два профи современных они живут и здравствуют и вы можете найти их в соц сетях да конечно они не переписывают друг друга они дают собственные технологии они достаточно известные практики да и здесь мы тоже можем почерпнуть вообще массу пользы берете главу да выполняете упражнения таким образом тренируете развиваете улучшаете свое мастерство написания текстов да вдогонку норгаль который помогает вам тренировать талант современные версии старой сказки например да я вам примеры привожу после чего следующий шел следующий текст да это пример тоже истории старитейлинга желание плюс потребности здесь говорит о о целевой аудитории выбор без выбора да есть такое понятие вилка вилка цен бывает или вилка времени когда вас спрашивают вам когда перезвонить в семь или в десять да вас не спрашивают перезвонить вам или нет десять способов обновить товар контрэффект то есть это тоже это копирайтинг да копирайтинг это тексты на заказ профессиональные да естественно копирайтер он должен профессионально хороший копирайтер он должен владеть этими в первой системе дешевые тексты или наши истории из практики, или наши какие-то вовлекающие тексты. Так, время, время у нас. Время еще есть. Так. Так, эти тоже вот мне нравятся очень. Екатерина Иноземцева. Как стать популярным автором? Тоже современной практики. Екатерина Иноземцева вы можете найти тоже в соцсетях. Как стать популярным автором? Это книга о том, конечно же, здесь как писать. Здесь тоже хорошие, отличные технологии. Написано очень живо и интересно. И с опытом тоже. И здесь большое внимание уделяется тому, как стать популярным автором, то есть блогером, либо как начать публиковаться в СМИ. Ну, именно, да, в журналах. И у Екатерина Иноземцева тоже я была и училась на курсе. Была я на у нее были вебинары по теме, ну, они как так и назывались, как начать печататься в СМИ. Вот, по-моему, так. И она давала такую полную технологию. Здесь тоже это есть. Как готовить текст именно для печатных изданий, как разговаривать с редактором, да, какие могут быть, вот, например, определяем цели, почему писательство работает на ваш бренд. Здесь про бренд еще у нее, да. Строим бренд, как сформировать медиа-образ. Потому что, если вы в соцсетях, да, вы уже становитесь публичной личностью, даже если это небольшая какая-то аудитория. Начинаем писать, как создавать полезный, интересный контекст. Выходим в свет. Как опубликовать статью в СМИ, помочь ей стать популярной. То есть здесь дальше она «Семь трендов в писательстве». То есть дальше она рассказывает именно вот эту сторону писательства о том, как попасть в СМИ и как стать именно известным автором не только в соцсетях, да, но и в журналах. После того, как я побывала у нее на вебинаре, поэтому я еще тогда выкладывала в Фейсбуке, по-моему, опрос такой, кто читает журналы. Да, потому что если мы говорим и если у вас появится желание печатать в журналах, то лично мне непонятно, потому что я последний раз журналы читала. Я не знаю, несколько лет назад случайно, когда там в самолете мне не было, нечего было читать. Я задала вопрос своим подписчикам в Фейсбуке, по-моему, кто читает журналы. Сначала было много ответов так же, как и я, никто не читает. Но, знаете, потом, наверное, 40% все-таки обралось, что люди, оказывается, читают журналы. И когда я стала наблюдать, я там в магазинах, в супермаркетах, в там точках, как это называется, раньше называлась, то есть печать, спрашивала, разговаривала с продавцами, мне говорят, да, читают. И каждый месяц это все скупается, да, много журналов, если мы говорим о женских, там всякие, Космополитен, Гламур, там что-то еще, все, Психологи, как это, Сайкологи, вот, все это, все это читается, все это публикуется, хотя, не знаю, мне непонятно, я думала, этот рынок уже умер. Нет, на самом деле он есть и, может быть, не столько приведет вам читателей и клиентов, например, возможность быть опубликованным в печатных журналах, да, но это добавит, как бонусов вам к бренду, да, то есть, где вы можете подписать, что я печатаюсь в журналах, да, еще больше бренду, конечно, книга добавляет, да, вы можете, кстати, у той же Иноземцевой есть курс, как написать книгу за 90 дней, да, она также не приносит особо денег и клиентов, но книга, так же, как и статьи в СМИ, они приносят дополнительный, дополнительные баллы к вашему имени. Книга хорошая, мне нравится, и сама Иноземцева мне нравится. Сначала вы вкладываете, затем последовательно получаете. Сначала вы работаете на зачетку, потом зачетка работает на вас, да, это 100% про ведение соцсетей. Сначала вы впахиваете, да, вы пишете, пишете, стараетесь, выкладываете, выкладываете, да, и потом постепенно вы начинаете получать отдачу. Вот. Так, Терина Земцева, как стать популярным автором? Если там вам что-то нужно повторить, я повторю. Ольга Соломатина, тоже очень ее люблю, вы тоже можете ее найти, она журналист, она долго была редактором журнала «Коммерсант». Вот. И вот это ее книга «Писать легко». Также вот у нее есть курс «Писать легко». И вообще название тут запоминается хорошо «Писать легко». Это, она видит, она в виде тетрадки, она не как книга, она такая, как немножко другого объема, формата. Вот. Она мягкая, как тетрадка. Здесь, то есть, такая тетрадка-тренинг. Здесь можно писать, отвечать на вопросы, сразу выполнять задания. Очень интересно, я долго ее ждала, ее не было в печати. Вот. «Как писать тексты, не дожидаясь вдохновения». То, о чем мы говорим. Собственно, все говорят об одном и том же, но все равно разным языком и технологии разные, поэтому читайте разных авторов и учитесь у разных людей. А вот тоже «Канцеляризмы». То, о чем мы говорим, что нужно убирать, что убивает ваши тексты. Говорит, как пишет, долго ли, коротко ли. Практическая стилистика. Но у нее вот здесь еще очень много из журналистики, потому что она не знаю, журналист она или нет. Но здесь, например, разбираются, разбираются особенности формата, да, что есть репортаж, что есть, там, заметка, что есть, что еще там, статья. Да, это очень она разбирает. Бесценный жанр интервью. Ну, не очень 100% это нужно тем, кто ведет в соцсети, потому что вы там что ведете, то ведете. Это отдельный жанр, блог. Да, но, конечно же, упражнения здесь хорошие. Вот, жанр в журналистике, от теории к практике. Упражнения, например, составьте план заметки, исходя из пунктов, рассмотренных в упражнении главе 1. Да, то есть тут она давала, как это, план, план, как писать, план заметки, даже маленькой заметочки, да, и упражнение вы сразу выполняете. То есть такая интересная, интересная страдь, мне нравится. Вот, и последнее на сегодня, и последнее то, которое купила я, Анна Шуст, текст, который продает, тоже мне очень нравится. Вот это вот, выжимка. Вот это то, что вам нужно больше всего, да, если вы хотите писать тексты в соцсетях. Как я сегодня вам говорила, да, если мы, все, все полезное, все классные, все полезное, да, вот так вот пойдем. Право писать, это не про тексты, это, вернее, не про тексты для других, это про тексты для себя. То есть вы можете разрешить писать, вы можете расписаться, в смысле, начать писать, да, побороть страхи свои. Начали вы такие писать, но вы же писали, а психологи, они, в принципе, много читали, много пишут, но не так, как пишут, как сегодня нужно писать, интересно, полезно, понятно, и поэтому вы берете, пиши, сокращай, это мертвая вода для ваших текстов, да, вы сначала учитесь выкидывать мусор, вы учитесь чистить текст от вот этой грязи, вы увидите, сколько грязи, если попробуете сервис глафред, очистили, как в сказке, сначала мертвой водой, потом живой, но ругать, слово живое и мертвое, да, именно о том, как писать не нужно, на хороших таких примерах, на живых, такой красивый язык, легко читается, вот, и если мы говорим же о текстах для психологов, о текстах психологов для соцсетей, вот, текст, который продает, Анна Шуст, тоже живет и здравствует, вы можете найти ее в соцсетях, тоже, конечно, я у нее училась, вот у всех, кого я читала, да, практически училась, вот, замечательно, замечательно, прям вот все четко, по делу, именно про тексты, четыре ошибки, которые мешают продажам через тексты, как их не допустить, лист эффективности и текст о себе, пошаговые инструкции по их созданию, зачем и как вовлекать аудиторию в контент, творческий кризис эмоционального горания и отведение блога, как их избежать, а это только несколько я вам прочитала, это вот очень-очень рекомендую, Анна Шуст, текст, который продает, она есть в инстаграм, в смысле, Анна Шуст, вот, и у нее тоже есть рассылка такая интересная, вот, еще хотела сказать о тех книгах, которых нет еще у меня, но вот они должны прийти, я думаю, они сегодня придут, и я успею к прямому эфиру, они еще не пришли, это, как ни странно, Стивен Кинг, «Как писать книги», вот вы, если по книжным ходите, да, и там, где, как уж у него жанр называется, даже не ужастики, да, как, ну, у него достаточно разные тематики, а вообще все время просто поражалось, как он может написать сюжет, там, что он, «Зеленый миле», да, по-моему, «Зеленый миле» и там «Оно», там какие-то эти ужасные, кровавые монстры, то есть тончайший какой-то психологический триллер, либо вот эту вот мясорубку с кровищей, как этот человек, он вот пишет, и когда вы зайдете в книжный, да, вы обратите внимание на полку, где Стивен Кинг, то есть, кажется, у него больше всего книг, томов, это столько написать, и книги все произведения, да, все такие серьезные, интересные, глубокие, я, к сожалению, его не читала, я все, он у меня лежит в стопочке, лежит, и, как это, в вишлисте записан к чтению, вот, потому что он пишет, что интересно, я листала, не читала подробно, и вот его книга идет просто «Как писать книги», то есть, это тот человек, который реально может вам рассказать, как писать книги, понятно, что, мы не станем Стивеном Кингом просто сразу, да, почитав его, но вот эти вот технологии, что-то мы можем взять, и это интересно, да, есть электронные книги, кстати, я вот все эти книги покупаю живые, да, электронные, они у меня есть, многие, которых нет на руках, но неинтересно, поэтому вот Стивен Кинг ко мне едет, потом едет книга «Живой текст», автора я вам сейчас не скажу, это именно о том, как создавать историю, потому что всю вот эту, по технологии, все вот это я почитала, изучила, поучила, сейчас меня интересует именно старителлинг, то есть как писать истории, больше мне это нравится, и я сейчас практикую истории, и вот эти книги, да, и Стивен Кинг, как писать книги, и «Живой текст», это именно по историям, и есть такая известная книжечка, наконец-то она ко мне идет, у меня просто день рождения, завтра, и поэтому, как на первом курсе, я по психологии у всех книги просила, там их поедала просто, ну, все в пользу, сейчас по написанию текстов, и вот мне на день рождения подарили, идет книга, называется «Спасите котика», может быть, тоже вы слышали, но это, конечно, не о котиках, а это книга известного сценариста, и там приемы написания сценариев, вот видите, мы сегодня книги с вами разобрали, прием разный, кто-то пишет именно о продающих текстах, да, кто-то пишет о том, как писать живые красивые слова, кто-то пишет о том, как стать автором в СМИ, да, и кто-то пишет о сценарном искусстве, сценарное искусство, оно очень важно, если вы хотите писать истории, стритейлинг, почему? Потому что, смотрите, сценарий, книга – это одно, сценарий, чтобы вам прописать сценарий, вы должны этот сюжет прорисовать, да, он подошел, как он дышал, что он делал, чтобы было понятно, когда будут по сценарию создавать, например, фильм, да, или там, что еще, там, сценарий, это какую-то театральную постановку, должно быть все четко прописано, поэтому тому, как писать истории, тому, как прописывать героев, нужно именно у сценаристов, и поэтому вот эта книга, «Спасите котика», почему она так называется, там описан прием, ой, там описана история о том, как спасали котика, ну, и, собственно, название само по себе привлекает и запоминается, «Спасите котика», вы теперь не забудете никогда про эту книгу, да, и о чем она, вот, это тоже прием полезный, это про название, итак, друзья мои, вот такая стопочка у нас сегодня была с вами, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять книг, я надеюсь, все вы их записали, если вам это интересно, рекомендую вам их читать, и порекомендовал, да, как их можно по очереди начать читать, чтобы ваши тексты были живые, да, потому что сегодня мы пишем совершенно иначе, не так, как писали в школе, не так, как мы учили, все это забудьте, все это мертвые слова, потому что сегодня нам нужно общаться с живым человеком, да, под вашим вы выложили пост, и через несколько уже секунд под ним может появиться живой человек, который будет с вами общаться, поэтому текст ваш тоже должен быть живым и разговорчивым, как писать интересно, полезно, понятно, ну и конечно же напоминаю, что сейчас я набираю пилотную группу, всего 10 человек, у меня есть интенсив, который шел больше года, он называется психолог пиши, будь человеком, о том, как психологу писать в соцсетях, интересно, полезно, понятно, и по-человечески, чтобы заинтересовывать читателей, и чтобы клиенты приходили просто на ваш текст, вот, сейчас я набираю пилотную группу, потому что у меня новый формат моего интенсива, он будет больше, глубже, туда я добавила еще блоки по ведению соцсетей, и блоки по работе со страхами писать, со страхами предъявлять себя в онлайн пространство, со всем с этим мы работаем, пилотная группа начинается 29 октября, я вам дам ссылку в фейсбуке, я ее выложу, в инстаграм ссылка есть в профиле в моем, вот в котором мы сейчас находимся, сова совет, да, там топлинк, в профиле есть ссылка, и есть ссылка на эту группу, сама себя вам смело рекомендую, да, потому что я пишущий психолог, влюбленный в соцсети, и влюбляю в соцсети коллег, я могу вас научить, и, возможно, сегодня я вам рассказала и показала, продемонстрировала свою экспертность, что называется, на этом, друзья мои, заканчиваем, время у нас как раз подходит к концу, инстаграм сейчас уже будет закрывать, окошечко, потому что в инстаграме только час, благодарю вас за то, что вы посвятили это время и побывали у меня на прямом эфире, надеюсь, что было полезно, спасибо, если есть вопросы, давайте какие-то вопросы быстро смогу ответить, хотя в инстаграме он сейчас закончится, так, друзья мои, встретимся на просторах интернета, у меня общий такой хэштег всех моих соцсетей, сова, нижнее подчеркивание, пси, потому что я профессиональный психолог, меня зовут Ольга Сирота, и сова это мой такой рабочий псевдоним, подписывайтесь, приходите, будем общаться в соцсетях, я есть во всех, осталась одна минута, так, друзья мои, завершаю в инстаграм, всем пока, спасибо, что были, с вами была я, Ольга Сирота, так, завершить,